Привет, я Алена, вы на моем канале, вы на канале 30+, и, соответственно, мы с вами говорим сегодня о неполезных привычках. Действительно, неполезные привычки, которые я бросила, и могу сказать, что эти привычки, они прям-таки очень-очень сильно напрягают многих. И я расскажу, как они на меня влияли и как я бросила. Наши привычки меняют нашу жизнь, и чем больше мы действительно пытаемся быть более здоровыми, более активными, более жизнерадостными, тем нам проще живется. И, соответственно, удаление плохой привычки – это не что иное, как создание новой. И что такое привычки, и почему они важны? Привычки – это выработанные нами программы поведения, которые мы повторяем изо дня в день, от которых начинаем быть, кстати, зависимы. И зависимость от здоровых привычек улучшает наше самочувствие, настроение, продлевает жизнь. А вредные привычки, они создают такую а-ля стильную историю, которая просто нас угнетает. И, соответственно, многие просыпаются с желанием покурить или выпить кофе, многие просыпаются с желанием просто заглянуть и посидеть в социальных сетях. Я такого реально не делаю, у меня просто нет на это времени, я не хочу на это тратить свою энергию. Другой момент, если мы с вами говорим про неполезные привычки, то я расскажу про свои и как я с ними борюсь. То есть формирование, конечно, привычек зависит от окружения, от характера, от состояния. И, соответственно, избавление от любой вредной привычки – это всегда достаточно длительный и трудный процесс. Это не так, что раз и бросил курить, раз и начал бегать, раз и начал там. Это нужно повторять действительно многократно и каждый раз усилием воли пытаться восстановить то, что было потеряно. И очень важно проявлять терпение по отношению к своим близким и к самому себе, когда что-то не получается. Существует несколько моментов – это эмоциональные, поведенческие, физические поглаживания. Если вы что-то получаете от своих вредных привычек, конечно, они становятся для вас супервыгодными. Эмоциональные привычки также глубоко укореняются в нашем подсознании, и мы уже не осознаем, как с завидной периодичностью что-то повторяем. И привычки действительно меняют нашу жизнь. Поэтому, если мы привыкаем делать физкультуру, быть более-менее здоровым, расслабляться, медитировать, кушать медленно, стараться выбирать более здоровые продукты, пить больше воды, то нам, соответственно, становится намного-намного легче. Другой момент – можно избавиться от плохих привычек только путем отказа от каких-то получаемых от них дивидендов. Соответственно, для того, чтобы сформировать новую привычку, нужно понять, к чему у вас лежит душа, от чего вы хотите отказаться. Новые привычки – новая жизнь. Вот у меня была плохая привычка. Во-первых, по утрам пить кофе. В другой момент – что-то обсуждать в социальных сетях, что меня абсолютно не касается. И, соответственно, я могу сказать, что трат драгоценного времени впустую – это прям-таки большая-большая беда. Короче говоря, я слишком много тратила времени. Это правда. На размышления слишком долго, на действия слишком долго. И напоминаю, что у меня также была проблема с углеводами, с постоянным туманом в голове, с сонливостью. Я использовала простые углеводы, по сути, сахара, которые повышают уровень глюкозы в крови и приводят к гормональному взрыву. Соответственно, от этого мне становилось очень-очень плохо потом. И как будто бы энергии не было. С другой стороны, когда я добавила медленные углеводы, это все начало уходить. В другой момент – никому, кроме вас, до вашего питания дела нет. Еще одна вредная привычка, от которого я отказалась – это хронический стресс. То есть я сама себя, бывает, провоцирую на это. То есть я понимаю, что чего мне не следует. Я чувствую, что мне не следует этого делать. И я могу это сделать. Поэтому, когда я спрашиваю себя, а выгодно ли это для меня, а поможет ли это мне в дальнейшем, действительно, я просто максимально выбираю, бывают длительные-длительные моменты. И еще один момент – плохая привычка у меня была не заботиться о своей микрофлоре. И плохая привычка у меня была откладывать дела на потом. Вот все эти моменты, они супер-супер влияли на мое состояние. Потому что я когда-то отказывалась от витаминов, я отказывалась от поддержки. И, соответственно, от этого мое состояние не становилось лучше. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу. Потому что вы на канале 30+. Я Алена, нутрициолог-психолог. И могу сказать, что это супер-важно, когда вы работаете со своим состоянием. И да, это вам поможет. Плохие привычки – это привычка слушать новости. Привычка откладывать дела. Привычка не заботиться о питании. И привычка оставлять дела на потом. Пишите вопросы, я с радостью отвечу. Может быть, у вас есть какие-то моменты, которые вы хотите осветить. Спасибо. Спасибо.